Самой основной целью данной электронной базы является выявление детей, которые воспитываются не своими родителями, а родственниками или же знакомыми. Как отмечают в Министерстве труда и соцразвития, по статистике насилию подвергаются дети, чьи родители находятся на заработках за рубежом. Хотела сказать, что у нас есть поручение вице-премьер-министра о создании электронной базы для детей трудной жизненной ситуации. Поэтому те сотрудники, которым мы делегируем полномочия на местах соцработника Маилу Кметы, будут еще также предоставлены планшеты, будут мобильные приложения, которых они могут быстро составлять анкеты. Когда составляются анкеты, уже выходит план работы, что делать с этой семьей и как персонально работать с этим ребенком. Эту работу они уже будут поднимать на районный уровень, как защиту семьи детей в наш уполномоченный орган соцзащиты, которые сидят в районах. Согласно этого плана будет всесторонняя такая работа с другими ведомствами. Координация, конечно же, остается за руководителями местных районов госадминистрации. Следует отметить, что число несовершеннолетних детей в стране составляет больше 2 миллионов. Это 37% от всего числа населения. В целях защиты их от жестокого обращения изучается вопрос создания департамента. Также из-за нехватки соцработников в министерстве активно ведется работа под цифровизацией. Так, если раньше для получения пособия Балагасюнчу они ждали месяцами, то сейчас родители могут получить их через банк за короткий срок. Государственная регистрационная служба оперативно за день передает нам данные. Мы эти данные обрабатываем, готовим платежные документы и через АИС Казна, через наше министерство централизованно переводим центральные банки на транзитные счета. Также там банки уже расщепляют по всем своим филиалам. И данный гражданин, если где-то оформился, выбрал банк, он может в любой точке Кыргызстана получить свои деньги. Любого филиала этого же банка. Большинство случаев коррупции выявляются при назначении госпособия, говорит Лиза Солтумбекова, отмечая, что ведомство ведет работу по их искоренению. Ну а представитель родительского объединения по детям с инвалидностью Тахмина Асанова отмечает, что документ по соцвыплате об оплате по уходу за ребенком с ограниченными возможностями здоровья составлен хорошо. Она просит, чтобы правительство совместно с министерством чаще проводили разъяснительные работы среди населения по этому поводу. Слава Богу, у нас министерство идет на разговор, правительство тоже. Я думаю, нужно побольше проводить именно разъяснительных работ, общественных встреч, когда общие встречаются тогда и инструктаж, конечно. Очень часто справка с места жительства. То есть многие путали справка с фактического места жительства или справка с места проживания на данный момент. Очень многие, вы знаете, переезжают в другое место. И вот получение вот этих справок, это очень много очередей нужно выстоять. А учитывая, что у нас многие с детьми, то есть сами ухаживают за ребенком и приходится с ребенком стоять, либо оставлять у кого-то. Следует отметить, что на прошлой неделе глава государства Сорумба Джейнбеков принял министра труда и соцразвития Улукбека Гочкорова. Президент поручил министру искоренить коррупционные явления в возглавляемом ведомстве, а также ускорить внедрение электронных систем.